Друзья, всем привет! Что же, я рад вас приветствовать на своем канале. И в этой серии я расскажу, как именно вы помогли мне встать на ноги после пожара, в какое место я перебрался и, в принципе, где я теперь буду обитать. Так что обязательно досмотри до конца, поставь лайк и не забудь подписаться. Ну а прежде чем мы начнем... Друзья, хочу порекомендовать вам ребят из города Воронежа и их магазин ProAutoLed. Они занимаются не только продажей автомобильных лампочек, но также на них снимают тесты и обзоры и выкладывают это на свой YouTube-канал. Все ссылочки на ребят я оставлю в описании под этим видео. Лампочки от магазина ProAutoLed теперь есть и у нас. Ставить мы их будем на свой Peugeot 308. Что же, сравним свет до и после. В верхней части экрана вы увидите до, внизу после. Включаем ближний свет фар. Очень ярко, очень видно дорогу, прям вообще все замечательно через славу. Сейчас включаю противотуманные фары. То есть у нас становится чуть-чуть поросее, не в плане шире и выше. Но особая разница, как бы, честно. Классный свет, всем советую. Переходите по ссылке к ребятам, заказывайте. Что же, как вы понимаете, я уже стою в каком-то помещении. Да, это новый гараж. Это новое помещение, где я всем буду теперь заниматься. Но сначала начну немножко о другом. Непосредственно о вашей помощи. Кто видел видос, естественно, о пожаре, вот ссылочка, там просил о помощи. Естественно, люди откликнулись, люди помогли. И помогли, я бы сказал, даже неплохо. Кто поддержка, кто скидывал денежку на восстановление гаража, на инструменты и так далее. Потому что в пожаре я абсолютно потерял все. Так скажем, суммы доната были от 2-3 рублей до 5-7 тысяч, как бы, с человека. За что вам всем огромное спасибо, кто помогал, кто поддерживал. Ну и так, что же, давайте я вам покажу, на что, так скажем, потратилась ваша помощь. Ну, начнем с простого. Естественно, я закупил новый инструмент, именно основной. Это полуавтомат, естественно, для сварки автомобилей. Сварочка аргон, абсолютно новая. Скажу так, аргоном я еще не пользовался, но всегда о нем мечтал. Пожалуйста, благодаря вам, дорогие мои друзья, я его приобрел. И теперь мы будем варить не только полуавтоматом, но еще и аргоном. Вот такая вот аргоновая сварочка. Я бы сказал, не из дорогих, но тем не менее, все равно денег стоит. Два редуктора на сварку, они идентичные. Да, я восстановил один баллон, восстановил другой баллон. Тот теперь у нас аргоновый. Также купили новую маску. Это так же, это все за счет вашей помощи. Новая болгарка. Это вам сейчас покажу, как варит данная сварочка. Это мы пробовали сразу же в первый день, как я только привезли. Вот такие вот швы. Она довольно интересная. Ложит как бы. К ней еще, честно, нужно пристреливаться. Но, тем не менее. Сварка мне очень уже нравится. Варит просто отлично. Была помощь от блогеров. То есть мой видос дошел до, я так понимаю, Курска. И до Санкт-Петербурга. В Курске помог мне Игорь Лакомов. То есть написал сообщение. Помог, так скажем, донатом. Спасибо большое. И с Питера Матвей Вахрушев. Думаю, все его знают. Также написал комментарий. Помог немножко денежкой. Спасибо вам большое. То, что так же отозвались, как и многие другие. Также была помощь именно инструментом. Именно инструментом, что я имею ввиду. Я играю в одну игрушку, Хасл Касл. Там у нас клан и там есть товарищ. Зовут Олег. Он помог непосредственно инструментам. У него свой магазин инструментов или база. Тут я, честно, не знаю. Ссылочку оставлю под видео. Вот. Он мне помог непосредственно инструментам. Каким? Я ему... Как бы он мне дал ссылку на сайт Reject. Выбирая на сумму 10 тысяч рублей любого инструмента. Как бы все, что заказаешь, я тебе пришлю абсолютно бесплатно. Ну, естественно, что же я выбрал. Поскольку мой инструмент, который подарили мне друзья, пострадал. Вот. Естественно, я заказал точно такой же набор Rockforce. 216 позиций. Один в один набор. Вот. Как бы в сумму я уложился. Вот. Спасибо тебе, Олег, огромное. Также, когда я ему написал то, что мне нужен только набор, Олег сказал, что выбери что-то еще на небольшую сумму. Ну, поскольку набор также стоит практически 10 тысяч, вот. Я сказал, что мне больше ничего не нужно. В связи с этим Олег сказал, что скинет мне сюрпризом кое-что. И вот кое-что он все-таки скинул. Это набор ключей от Маяк Авто с трещоткой. Думаю, вы знаете, такие наборы есть. Я тоже, кстати, о таком наборе мечтал, все планировал купить. Но, к сожалению, никак руки не доходили. И по финансам такие ключи, ну, дорого стоят. Вот. Вот теперь у меня такой вот есть наборчик от восьмерки до семнашки. Олег, огромное тебе человеческое спасибо. Также не могу сказать спасибо моему знакомому. Женек, гномик, борода, это тебе, дружище. Спасибо тебе за подгон таких вот ключей. Они не ключей, а головок, да, головок. Они помогут тебе непосредственно в машине. Они будут кататься только там. И когда я буду его использовать, тебе будет икаться. Поверь. Так что, друзья, вот такая вот от вас хорошая помощь. В принципе, для старта, чтобы мне двигаться дальше. Очень прям даже кстати. Что ж, ну а теперь непосредственно про сам гараж. Гараж, естественно, в два раза меньше. То есть он тут пять на сколько-то. Не знаю, но он гораздо меньше. Потому что мы позавчера загоняли сюда Skyline Никитоса. И места, как вы видите, ну тут практически нету. Потому что, ну гараж, во-первых, маленький. Во-вторых, он будет еще расширяться. Во-вторых, он еще даже не достроен. Я вам проще скажу. Мы с пацанами уже начинали его зашивать. То есть вот часть зашили. Объясню, почему часть. Вот эта вот стенка, она будет ломаться. И гараж будет удлиняться вот в ту степень. Это я вам сейчас уже снаружи покажу. Также на днях закончили заезд. Вот такой вот. То есть, чтобы сюда заезжала машина. Здесь у меня подъем, как вы видите. И нужен был заезд. Временно настилали арматуру, чтобы заехать. Заезжали. Но, тем не менее, нужно будет непосредственно его заканчивать. Да, во дворе у меня идет стройка. Заезд у меня теперь вообще узенький. Но, так скажем, за неимением ничего. Самый обалденный вариант. Ну а теперь, про что я непосредственно говорил, что будет дальше расширяться. Вот эта вот часть. Здесь я уже подготовил подопалубку. У нас погода начинает налаживаться. И поэтому скоро будем заливать и расширять гараж именно угол. Это непосредственно будет рабочая зона. То есть, по метражу, вот этому вот, по периметру, и до окошка добавляется 12 квадратных метров. Естественно, стенки будут, крыши будут удвиняться. В общем, постройки еще гаража непосредственно дела есть. Ну, про релакс-зоны вам тут ничего пока рассказать не буду, потому что ее еще толком нет. Вот эта вся часть будет тут. Будет, короче, круто. Все увидите. Все увидите. Так что вот в таком теперь небольшом гараже я буду амбитать, строить свои тачки, ремонтировать ваши тачки. Вот, но как-то так. Да, да. Плюс вон там будет лестница на чердак, потому что там есть пространство, кстати, куда складывать. Также запчастюльки. Там, не знаю, видно нет уже, что что-то мы складывали, что-то все равно еще остается здесь. Еще раз, ребят, хочу вам сказать огромное спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку в трудную минуту. Не дали опустить руки в этом деле, поддержали, помогли инструментом еще раз. Также покажу вам его. Вот, то, чтобы я продолжал заниматься вот машинами, своими, так скажем, заниматься другими тачками. В общем, огромное вам человеческое спасибо. Заезжайте на ремонт, чем смогу, естественно, помогу. Ну, а чтобы не пропустить новые серии, как я уже ранее говорил, не забудь подписаться, поставить палец вверх и написать комментарий. А я побежал дальше делать свой заезд в гараж, дабы сюда можно было проще заезжать. Всем до новых встреч. Пока-пока. Самый главный мне механик помог. И вот она, наша вилочка. Вот они заломы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok